Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем говорить о Мадам Дюбари, то есть у нас будет очередной выпуск, пусть говорят, 18-го столетия. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, всего за 4 дня он пропил трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Мадам Дюбари, или, если быть более точной, Жанна Бекю, личность не самая известная, но чрезвычайно интересная. Ее жизнь – это сказка с трагичным концом. Она поднялась с практически самых низов французского общества 18-го века до дворца самого короля Людовика XV, правнука Людовика XIV, короля солнца, а точнее до его спальни, а закончила свою жизнь на скамье гильотины во время кровавой французской революции. Если вы смотрели фильм «Мария Антуанетта», выпущенный в 2006 году и снятый режиссером Софией Копполой, то наверняка помните, как в нем была изображена Мадам Дюбари. Мадам Дюбари. Мадам Дюбари. Слышка. Мадам Дюбари. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть дедушка маленькой Жанны Считается, что этот самый Фабьен Бекю был настолько привлекательным молодым человеком И возможно от него частично Жанна унаследовала свою красоту Которая многих сводила с ума Так вот Фабьен был до того красивым Что даже женился на самой графине Монти Дидье По имени Северина Боне Женщине после замужества пришлось отказаться от всех своих титулов Потому что она связала свою жизнь с простолюдином Однако же Северина продолжала себя называть Северина Бекю де Кантиньи Кантиньи это такая коммуна во Франции Грубо говоря территориальная единица И все это делалось для того, чтобы сохранить за собой Намек на аристократическое происхождение Частичка d, или же если следовать нормам французского произношения de Которую вы часто можете видеть в именах французских аристократов Указывает на то, что человек, если выражаться таким мемным языком На помойке себя не нашел, а имеет аристократическое происхождение Это, однако, лишь одна из версий происхождения Жанны Бекю Но все равно в некоторых французских источниках и английских Вы можете увидеть имя нашей сегодняшней героини Не Жанны Бекю, а именно Жанны Бекю де Кантиньи Однако сама Жанна не имела совершенно никакого отношения Ни к одному аристократическому сословию Имеется в виду по праву рождения Потому что сама Саверина Бекю через несколько месяцев после замужества К сожалению, умерла Фабиен Бекю, дедушка Жанны, после этого женился во второй раз Перед этим, однако, поработав в подчинении у одной из фавориток Людовика XIV, короля солнца Которую в русском языке называют мадмуазель де Людре Хотя на французском языке правильно говорить мадмуазель де Людру Второй женой Фабиена стала женщина, более подходящая ему по сословию Это была горничная по имени Анна Юсон И она родила ему семерых детей Среди них была портниха Анна Бекю, мать нашей сегодняшней героини Жанны Бекю При этом имя отца девочки неизвестно, но некоторые подозревают или же складывают легенды Что это мог быть монах из монастыря Пикпюс по имени Жан-Батист Гомар де Вобернье Именуемый в рамках занимаемой должности фрэр Анж, или же брат Анж А учитывая, что Анж в переводе с французского означает ангел То вот Жан-Батист Гомар де Вобернье был прям-таки братец-ангел Какая же интересная жизнь была у людей в то время Вот у меня папа физик, мама журналист, и вот я у них такая родилась А там прям-таки бразильский сериал Имя родителей, должность... А, мать Анна? Она швия А отец? Я на самом деле не знаю, кто у меня отец, но говорят, что он был монах Жан-Батист Гомар... Ну вы запишите монах Жан-Батист Гомар де Вобернье Вобернье Но опять же, друзья, это всего лишь гипотеза, и доказательств этой точки зрения у нас нет Поэтому давайте не будем Жанна Батиста, нашего бедного, в чем-либо пока что обвинять В любом случае Анна Бекю родила свою дочку в тайне от всех в местечке под названием Вокулер Там же позже, согласно некоторым источникам, родился якобы и младший брат Жанны Бекю Клод Может от того же монаха, я уж даже не знаю Жанна росла очень красивым ребенком ангельской внешности, что подмечали многие, поэтому семья Со временем решает перебраться из Вокулера в Париж, город роскоши и нищеты Но не одни, а в компании мужчины по имени Рош Клод Биярдю Мусо, который был офицером французской армии И по слухам был просто обескуражен, сражен красотой матери Жанны Анны Бекю Ухажер Анны Рош Клод устроил ее работать кухаркой в дом своей любовницы в Париже Да, вот так вот просто решали все свои вопросы Устроил одну свою любовницу работать к другой, по имени, кстати, Франческо И эта самая Франческо, судя по сведениям, очень тепло относилась к маленькой Жанне Потому что девочка была чрезвычайно красива и мила Своё образование Жанна получила в женской школе при монастыре Святой Авреи Оно было в целом неплохим, в особенности для ребенка, рожденного в непривилегированной семье К моменту окончания школы, а Жанне тогда было 15 лет, девушка умела очень хорошо рисовать Именно этот род деятельности позже станет ее хобби Также хорошо знала арифметику, неплохо разбиралась в музыке, прекрасно знала священное писание Потому что школа была, собственно, при монастыре А также умела красноречиво изъясняться на бумаге, хоть и с орфографическими ошибками, но ими тогда грешили многие После этого Жанна некоторое время жила в доме мужа своей матери, то есть своего отчима Николя Рансона Но так как тогда дети взрослели намного раньше, вскоре семья девушки начала подыскивать ей работу Сначала Жанна продавала недорогие украшения и всяческие побрякушки на улицах Парижа Потом работала помощницей женского парикмахера по фамилии Ламец, у которого с ней якобы были романтические отношения В результате которых на свет появилась девочка, но эта информация очень часто оспаривается биографами Жанны Бекю Поэтому ей не особо можно доверять Затем Жанну устраивают на работу в литературный салон, который был организован вдовствующей женой откупщика, то есть человека, собирающего, грубо говоря, налоги с населения по имени Мадам Доля Гард Однако эта самая мадам в скором времени увольняет Жанну Бекю из своего заведения, потому что начинает подозревать девушку в любовных связях со своими сыновьями Оба из них были женаты на тот момент, у них была хорошая репутация, и дабы ее не очернить, было решено от девушки избавиться После своего увольнения девушка некоторое время работала помощницей шляпницы в парижском магазинчике Аля Туалет, где с каждым днем привлекала к себе все больше и больше внимания со стороны, естественно, мужчин Повторюсь, что согласно описаниям Жанна Бекю была ангельски красива, у нее были блестящие золотым отливом вьющиеся волосы, большие глаза небесно-голубого цвета, правильные черты лица, аккуратные тонкие губы и белоснежная кожа Неудивительно, что с тех пор, как Жанна начала работать помощницей шляпницы, мужчины стали надолго задерживаться в магазине Аля Туалет Но человеком, который навсегда изменил жизнь Жанны Бекю и превратил ее в мадам Дюбари, стал Жан Батист Дюбари Жан Батист относился к французской аристократии, хотя слыл пройдохой и мошенником, а среди своих современников вообще получил прозвище Распутник, хотя одно другому не мешает Но самое гадкое в этом человеке заключается в том, что, помимо всего прочего, он был еще и сутенером Поэтому, когда будете читать французские романы, сильно там ничего не идеализируйте Жан Батист очень быстро взял под свое крыло Жанну Бекю, прекрасно понимая всю ценность девушки, обладающей столь ангельской внешностью И превратил ее в, грубо говоря, куртизанку, полностью подчинив своей воле И весьма быстро молва о Жанне Бекю разлетелась по всему Парижу Среди посетителей и воздыхателей Жанны Бекю было практически все окружение тогдашнего французского короля Людовика XV Вот только его самого среди них не было, и, видимо, ему на определенном этапе стало прям-таки обидно Все уже с ней познакомились, а я еще нет Блин, я король или кто вообще? Однако связывать себя прилюдно с женщиной столь порицаемой и низкой профессией король, конечно же, не мог И тогда Жан Батист Дюбари решил исправить эту ситуацию, выдав Жанну Бекю замуж за своего родного брата Гийома Дюбари У которого, кстати, даже было свое казино Родные люди, как-никак Сам Жан Батист жениться на мадемуазель Бекю не мог, потому что вообще-то был уже женат У него в Париже была жена и маленький ребенок, но он от них ушел, грубо говоря, для того, чтобы кутить и веселиться А так как брат Жанна Батиста Гийом Дюбари был графом, то и сама Жанна после замужества получила звание графини Дюбари Ей также было выдано фальшивое свидетельство, где указывалось ее совершенно ненастоящее благородное происхождение У Людовика XV тогда как раз недавно умерла его фаворитка Маркиза де Пумпадур, и его сердце, по сути, было свободно Жан Батист Дюбари был об этом прекрасно осведомлен, от чего и представил ко двору Жанну Бекю, теперь уже графиню Дюбари Которая сразила Людовика XV наповал своей ангельской внешностью и прочими умениями, скажем так И это невзирая на тот факт, что разница между Людовиком XV и самой Жанной была 33 года Ну, как говорится, седина в голову Мадам Дюбари начала все чаще и чаще появляться в опочивальне короля, что весьма обеспокоило приближенных монархов, ввиду того, что профессия у Жанны Бекю была весьма специфическая Французские биографы утверждают, что помимо того, что женщина обладала по тем временам феноменальной красотой, она к тому же относилась к королю как к мужчине, тоскующему по любви А не монарху, которому большинство просто старались польстить Отношения между Мадам Дюбари и французским королем зашли настолько далеко, что женщине даже была предоставлена ее собственная комната в Версале, которая находилась аккуратно на допочивальне самого монарха Очень удобно поднялся, спустился, что время-то терять, господи Но Жанну Батисту Дюбари этого было мало, он хотел, чтобы Жанну, его подопечную, грубо говоря, до сих пор, вывели уже официально в высший свет, чтобы она была представлена сливком общества в Версале Но если с маркизой де Помпадур, бывшей фавориткой Людовика XV, это еще можно было устроить, то с Жанной Бекю это было полным сумасбродством Представить, как ее тогда называли, женщину из уличного борделя высшей аристократии было верхом безумства, но ни короля, ни Жанна Батисту Дюбари это не остановило Особенно Жанна Батиста, который хотел через Жанну Бекю усилить свое влияние при дворе В итоге решено было найти для Мадам Дюбари спонсора, но не того, о котором вы подумали Это должна была стать женщина-аристократка, которая будет сопровождать Жанну Бекю во время ее первого официального выхода в свет Очень многих маркиз и графини опросили, но они ставили слишком высокую цену Для этого просите социального эксперимента, возможно, намеренно, потому что никто не хотел ассоциироваться с представительницей древнейшей профессии Согласилась на эту авантюру лишь Мадам Дебиарн, но не по доброте душевной, а потому что была в долгах, как в шелках Она, как и герцогиня Девонширская, про которую я рассказывала в своем предыдущем видео, очень любила играть в азартные игры, в карты И проигрывала в них огромные деньги И вот ей, грубо говоря, сказали, выйдешь в свет с Мадам Дюбари, мы тебе все долги спишем Однако в последний момент, когда нужно было уже выходить рука об руку в высший свет, Мадам Дебиарн запаниковала и слилась Сказала, что на себе ногу подвернула, не знаю, туфель потерялся во время танца прошлой ночью, вши в парике завелись Ну, короче говоря, продинамила всех Мадам Дебиарн Перед второй же попыткой король во время охоты упал с лошади и сломал себе руку, поэтому вновь пришлось отложить весь этот выход в высший свет Но все же 22 апреля 1769 года звезды сошлись, и Мадам Дюбари была представлена французской аристократией Жанну сопровождала женщина по имени Клэр Франсуаз, которая была специально для этого привезена в Версаль из-за провинции Лангедок, которая находится на юге Франции И она должна была также научить Мадам Дюбари всем манерам французского двора Позже фаворитка короля подружилась и с другими обывательницами Версаля, которых для этой цели нередко просто подкупали Во время своего первого выхода в свет Жанна была одета в серебристое платье, расшитое золотом и драгоценными камнями, которые были подарком самого короля После этого каждое появление Мадам Дюбари на публике становилось громким событием в мире моды Сама Жанна наверняка не до конца отдавала себе отчет в том, какие огромные суммы на нее тратились, учитывая, что почти каждый ее день начинался с подбора тканей для нового платья или же покупки нового украшения Но самый дорогой подарок Людовик XV своей фаворитке так и не сделал Это было потрясающей красоты бриллиантовое украшение стоимостью на тот момент 2 миллиона ливров Что по нашим временам просто астрономическая сумма, потому что ливр вообще был серебряной монетой И хотя содержание серебра в них со временем падало, особенно к середине 18 столетия, все равно это была, конечно, заоблачная какая-то сумма К сожалению, ну или к счастью, само украшение так никогда не было передано Мадам Дюбари, потому что Людовик XV скончался еще до того, как работа над ним была закончена и оплачена В целом дни Мадам Дюбари в ее звании фаворитки короля проходили весьма праздно К ней был приставлен маленький чернокожий мальчик, который, как считалось, был из Африки, хотя позже окажется, что его родина это Бенгалия Мальчика звали Замор, и он сыграет большую роль в жизни, а точнее трагической кончине Мадам Дюбари Невзирая на тот факт, что Жанна в целом любила и баловала мальчика, покупала ему дорогие наряды, всячески его наряжала, позволяла ему слишком многое Например, даже к самому королю Франции ребенок не относился с большим почтением Именно Замор этот самый мальчик в итоге сдаст Мадам Дюбари французским революционерам, которые позже ее казнят Все это произойдет в так называемый период террора, это период французской революции, когда произошли страшные кровавые казни представителей аристократии Дело в том, что Замор и некоторые другие слуги Мадам Дюбари, которым она в целом относилась хорошо, на определенном этапе присоединились к так называемому клубу якобинцев Самому влиятельному и многочисленному политическому сообществу времен французской революции, которые выступали за свержение, упразднение монархии аристократии После смерти Людовика XV Мадам Дюбари была по сути изгнана из Версаля, потому что у нее были весьма натянутые отношения с Марией Антуанеттой, супругой нового короля Людовика XVI, сына Людовика XV Я потом еще на бусте отдельно напишу, почему так произошло И некоторое время Мадам Дюбари проживала в поместье герцога Ангионского, потом в аббатстве Понто-дам вместе с монахинями, которые изначально относились к ней с подозрением и холодно, а потом даже подружились И только после этого Мадам Дюбари приобрела себе небольшое жилье, скажем так, в регионе Франции под названием Иль-де-Франс И несмотря на то, что Мадам Дюбари уже не блистала на французской аристократической арене в силу того, что не была уже фаворитка Людовика XV в силу его кончины Все равно замор, вот этот чернокожий мальчик, ее паж, сообщил определенным органам в разгар французской революции о том, что Мадам Дюбари незаконно перевозила те украшения, которые ей подарил Людовик XV в Англию И тем самым спонсировала, финансово поддерживала всех бежавших в эту страну французских аристократов Причем еще до ее ареста с Жанной Дюбари произошла очень страшная и неприятная история Она тогда проживала в замке Луфсиен, она вообще в принципе любила эту местность Сам замок принадлежал одному из ее ухажеров по имени герцог де Брисак, сам герцог отсутствовал И вот однажды ночью Жанна проснулась от того, что услышала звуки разъяренной подвыпившей, скажем так, толпы И в одной из открытых окон был заброшен какой-то предмет в кровавой мантии И когда Жанна Дюбари подошла поближе к нему для того, чтобы посмотреть, что внутри Там оказалась отрубленная голова герцога де Брисак И от всего этого ужаса, увиденного, Жанна потеряла сознание Саму Жанну Дюбари постигла та же печальная участь Она была обезглавлена при помощи гильотины В день казни у мадам Дюбари, что неудивительно, случился нервный срыв Она кричала толпе, зачем же они хотят причинить ей эту боль И когда уже была на скамье гильотины, просила палача, умоляла его дать ей хотя бы еще одну минуту, чтобы пожить Но ее мольбы не были услышаны и она была обезглавлена Причем, по сути, теми же людьми, которым принадлежала в детстве и юношестве Теми же самыми детьми мясников и горничных, которой когда-то была сама До того, как стала мадам Дюбари и до того, как попала в объятия самого короля Вскоре для своих подписчиков на Boost я напишу отдельную статью, в которой расскажу еще больше интересного о мадам Дюбари В частности, о том, почему же у нее были такие сложные, натянутые, напряженные отношения с Марией Антуанеттой Другой иконой 18 века Дорогие друзья, спасибо большое, что посмотрели этот ролик до конца А у меня же небольшое объявление для тех людей, которые интересуются английским языком Как я уже говорила по профессии, я являюсь преподавателем английского и французского языков И на моем английском канале вышло видео на этом языке о моей истории изучения английского Хоть видео и на иностранном языке, в нем есть функции автоматических субтитров Плюс вы можете посмотреть его в устном переводе, например, через Яндекс.Браузер Поэтому, если вам интересно, переходите по ссылке под этим видео, тоже смотрите ролик Делитесь своими историями изучения иностранных языков Будет здорово, если вы будете это делать на английском, для того, чтобы была практика навыков письменной речи Также, если вам нравятся ролики и вы хотите поддержать канал Можете сделать это на бусти, оформив ежемесячную подписку Или же приобретя мой недавний ролик, который называется История чумы от первых веков до наших дней Ждать ли новой волны пандемии Кстати, вскоре на моем бусти выйдет новый платный, но очень доступный ролик Такие ролики выходят примерно раз в два месяца для поддержки канала Тему я пока что держу в секрете, но как только ролик будет отснят и выложен Я обязательно сделаю объявление здесь на YouTube Выложу промо-ролик к этому выпуску, поэтому вы обо всем узнаете первыми Также советую подписаться на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok